Доброе утро, наши хорошие, наши любимые зрители. Это мы, счастливые обезьянки. У нас снова прекрасная погода. Полюбуйтесь, Гоша взял ложку и пытается ложкой кушать творожок. Молодец, Гошенька, ты очень умный, мы знаем. Кушай ложечкой, зайчик. Все ты правильно делаешь. Кстати, я ничего не говорил, я просто ложку там оставил. Он вытащил и кушает ей. Если он это сделал, друзья, то я буду продолжать над этим работать, чтобы Гоша наш кушал ложкой и не заставлять его это делать, а чтобы ему это нравилось, кушать ложкой, и было удобно. Понимаете? Потому что обезьянки легко учатся кушать ложечкой. Бери ложечку, кушай ложечкой. Гошенька. Бери ложечку. Гошенька, бери за ложечку. Во, молодец. Облизуй ложечку. Не-не, облизуй, заяц. Да мой ты хорошенький. Ой, мама тебе вкуснотищу наложила. И помидорчики, и персики. Все разнообразие у тебя там. И творожок. А что ты котлетку не стал кушать? Котлетку отбросил. Даже тепленькая. Бери и кушай. Котлетка свежая, хорошая. Ну, если не съешь, собачкам отдадим. А он, в первую очередь, помидорки любимые свои. Гошаня наш, Гошаня. Не кидай. В тарелочку складывай ровненько. Нельзя так. Гошка. А я посеял в теплице пшеницу. Кстати, она зашла уже. Зашла уже пшеничка. На улице, когда захолодает, уже будет такая прохладная погода. Мы будем ходить в теплицу и кушать свежепророщенную пшеницу. Представляешь? Сейчас покажу зрителям. Я уже вчера ночью поздно, после стрима, зашел, полил ее. Потому что не успеваю днем, вечером, ночью полил. И вот, полюбуйтесь. Прошло, ну, дней пять, наверное. И пшеничка начала всходить. По обе стороны посеял. Представляете, будет как хорошо. Наши обезьянки будут заходить в теплицу и кушать эту пшеничку. А вот Маруська приедет, тебе за Васькой покажет кузькину мать. Вон, полюбуйтесь, как Василий с обезьянкой, ой, это, с собачками общается. Он с ними вырос. Так же с обезьянами. У нас кот такой. Боевой растет. Да, да, Гоша подсказывает. Говорит, все верно, пап, ты говоришь. Да, конечно, надо было папе посадить второй раз помидоры в теплицу. Гоша, и у нас были бы помидорки еще второй раз. Скорее всего, урожай второй бы мы успели собрать. Но папа в связи со стройкой не успел этого сделать. Вот и все. Друзья мои, вот такую крышу, значит, я состроил нашим обезьянкам. Ну, еще конек не доделан, кое-что надо доделать. Вот так. Тоже сделал с мягкой кровли, чтобы вместе, как и дом, совпадало. Чтоб все было, как говорится, по-людски. Хрюкалкин мой. Покушал? Нет? Да? Бери, там и семечки есть. И гранатку мама положила. Гошка на Винни-Пуха порой похож. Смотрю на него. И вспоминаю этот мультик. А у этих игры на клевере. Здесь у меня кусочек клевера растет. Я его хочу размножить потихоньку, попересаживать по всему огороду. Клевер очень полезная трава. Кушают ее тоже и обезьянки, и собачки. Васька, вот тебе классно, да? С друзьями тут колбаситься. Белка, Фифа и Милка. Рыженькая кроша. Пиксель там гавкает сдалека. Он не ходит, он же тоже вожак стаи. И показывает, типа, я здесь, сюда не приближайтесь. Я грозный зверь. Ну, Гоша даже не реагирует. Этим он мне нравится вообще. Спокойный, как танк. Друзья, будем заканчивать свое утрешнее видео. Оставайтесь с нами. Будьте на позитиве, будьте добрее. Подписывайтесь на канал, не забывайте. До новых замечательных встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова